Приветствую вас, Надежда. Давайте разберем ваш текст. В первую очередь, наверное, хочется отметить, что вы в своем сообщении не задаете вопрос. Это вот, наверное, одно из ключевых, что я могу выделить. Вы не задаете вопрос, вы оставляете за нами направление, в котором будет вести соответствие. Это, на самом деле, не очень хорошо, потому что именно вопрос является, наверное, такой базой, такой отправной точкой, куда вы будете, в общем, идти вместе с, допустим, психологом. Вот. Второй момент, это момент того, что вы, по моим ощущениям, склонны к перфекционизму. То есть, вы вот как-то озабочены, на мой взгляд, тем, чтобы у вас все было идеально, чтобы у вас все было максимально хорошо, максимально правильно, максимально здорово, и мне кажется, что в этом скроется проблема, потому что любую такую вот неудачу, любое такое вот отклонение от маршрута, от отклонения от намеченного вами пути, вы воспринимаете, ну, к сожалению, достаточно негативно, очевидно, очевидно. И, на мой взгляд, с этим нужно в первую очередь разбираться. То есть, вот именно, именно с этим нужно в первую очередь работать. То есть, с тем, какие у вас непосредственно ожидания от реальности. Потому что, согласитесь, выглядит несколько странно то, что вы выучивались на инженера, но у вас в городе профессии инженера, собственно говоря, нет. Но если профессии инженера нет, то как вы планировали в таком случае работать, как вы планировали в таком случае реализовываться? Этот момент, на мой взгляд, совершенно не ясен, потому что, ну, вы понимаете, наверное, что выглядит это так, что вы крайне безответственно подошли к вопросу собственной реализации. вы крайне безответственно подошли к вопросу того, как вы будете развиваться в, ну, в дальнейшем. И выглядит все так, что вы себя в какой-то степени, ну, целенаправленно поместили в такую позицию, целенаправленно поместили в такую ситуацию, в которой вы чувствуете себя в тупике. На мой взгляд, на мой взгляд, подобная точка зрения, подобная позиция, подобная модель требует более тщательного анализа и более тщательного разбора. Ну вот, там еще создается ощущение, что для вас стало вот полной неожиданностью тот факт, что в вашем городе нет вот, собственно, возможности для реализации вашей. Собственно, энергия. Такое ощущение, что, ну, вы связываете пропажу свою энергию. С тем, что вы не можете реализоваться по профессии, вот, но, знаете, вот, складывается такое ощущение, что вы видите возможности для реализации, вот, только в работе. Вот это, мне кажется, кажется, вот, в какой-то степени странно. Потому что, да, работа является одним из основных направлений для реализации, но не единственным. То есть, это не единственный способ реализации, вот, и, на мой взгляд, странно, что вы начали чувствовать истекание энергии после того, как, значит, во-вторя 네가, в реализации у тебя будет в реализации пользоваться по профессии. То есть, э-э-э-э-э-э-э-это, это к вопросу о том, что вас определяет. И, соответственно, как организовывается ваша эмоциональная и психологическая сфера, а также, допустим, сфера досуга. Значит, дальше. Старалась быть нестандартной мамой, пищевые для своих детей, параллельно растила их. Параллельно с учёбой растила их. Вот тоже такой достаточно двоякий, я бы сказал, момент, потому что не совсем понятно, по какой причине присутствует у вас только вы, почему только вы есть в этом процессе воспитания. Да, почему там отсутствует ваш муж, хотя он тоже есть, он тоже, как бы, ну, с вами, но почему-то вот его вы не вспоминаете. То есть муж здесь такое впечатление, что где-то на расстоянии. Вот. Это, соответственно, возвращает нас к вопросу о том, насколько вы с мужем своим близки, и, собственно, близки ли вы с ним. Вот. Потому что вполне может быть, что и не близки настолько, чтобы вот быть с ним, ну, счастливой. Да. Вот. То есть вы говорите, что он такой не особо к чему-то стремиться, а куда, по вашему мнению, и почему он, собственно, вообще должен, должен куда-то стремиться, да. То есть это вот, ну, на мой взгляд, очень важный вопрос. То есть это вам нужно, чтобы он никуда-то стремился. Вам, а мне, ему. И вот, как раз, судя по тому, что вы описываете, его все устраивает. Ну, то есть, да, человек, конечно, пережил травму, связанную с потерей родителей, но, как бы, это его ординально не изменило. Вот. Дальше. Вы пишите. Всегда любила наказать. Нагазадачность, когда все получалось выполнить в лучшем виде. Крисовала. Дети у меня были на первом месте. Вот здесь вот, в этих двух моментах, на мой взгляд, проявляется то, что вы себя, с одной стороны, обецениваете, вот. А с другой стороны, то есть вы стремитесь, как я уже сказал, к перфекционизму. То есть, чтобы все было идеально. Вот. Потому что, ну, не совсем здорово, не совсем здорово, что дети для вас на, вот, первом месте. Все же быть не должны на первом месте, все же вы, у себя, вы. Не дети. Не дети. Вы. И только, вот, только уже, вот, после вас могут идти, в принципе, к детям. Вот. То есть, вот, именно в таком порядке, не наоборот. Поэтому, здесь вот объяснивано. Дальше. По специальности. По специальности, которая получила, нет вакансий в нашем городе. Пусть соседи учителям, где глубокие знания, в инженерии угасают, в педагогике и психологии я про сам. Ну, в психологии и педагогике вы при желании можете стать непрофаном. Поэтому, достаточно, просто, интересоваться этой сферой и все. Другой вопрос, что вы не интересуетесь этим. О, это первое. Второе, ну, второе, я, в принципе, уже говорил, вот, что странно получается, вы учитесь на профессию, в которой не оказывается в вашем городе, ну, вакансии не оказывается вашим городом. Это, на мой взгляд, странно. Странно. Ух, вот. Я ничего не хочу сказать, но это просто выглядит несколько, несколько, именно, несколько странно. Потому что, ну, вы же не могли не предвидеть того, что, как я и сказал, ну, нет. Возможности реализовать себя, вот, в этой профессии, которую вы, ну, которую вы изучали. Эм, дальше. От этого мне доставают скотинергии. Я не знаю, в чем они мне стремиться, какие цели перед собой ставить. А вот здесь, а вот здесь, на мой взгляд, эм, чувствуется, что вы, эм, в какой-то степени, эм, от себя отрываетесь. Вы отрываетесь от, эм, чувствования себя, вы отрываетесь от эмоций, эм, своих вы отрываетесь от, эм, чувствования того, что для вас важно. Эм, вот. И вы, эм, такое ощущение, что, хотите, чтобы вам, эм, эм, ну, условно говоря, показали путь. Именно. Именно. Показали. Такое у меня высокое ощущение. И это, конечно, вопрос, эм, к вам. Эм, что произошло, почему для вас это стало возможным, эм, как для вас это стало возможным, эм, то есть тут вот нужно разбираться с этой историей. Но все это не исключает, что вы не знаете, эм, как, в какую сторону и куда вам двигаться. Вот. Так я уверен, что всегда в некоторой степени для вас было, эм, проблемно, эм, эм, к себе, как-то вот, эм, прислушиваться, да, вас в какой-то степени всегда было, эм, проблем, проблематично, эм, эм, следовать своим чувствам. И такое ощущение, что вы пытаетесь, эм, чьи-то ожидания удовлетворить, эм, чьи-то ожидания, эм, чьи-то не оправдать. Эм, если это так, то это как-то то, что порождает, эм, у вас, эм, нежелание что-либо делать. То есть, нежелание что-либо делать происходит из-за обесценивания. Вот, конечно, ну, я не смогла, эм, оправдать ожидания, чьи-то ожидания. Значит, я, эм, должна теперь это всё обесценивать. Но то, то, что ценно и важно для вас, эм, не нужно обесценивать. Это, эм, всегда можно реализовывать вопрос, заключается в том, как. Вот, когда человек реализовывает, эм, не то, что ему важно, когда человек реализовывает не то, что ему ценно. Вот, он, эм, град и, эм, начинает либо обесценивать, либо идеализировать, эм, то, к чему, ну, к чему стремится. Вот, и в итоге, ничего хорошего из этого, как вы, я надеюсь, понимаете, не выходит. Так, эм, значит, от этого. Так, стало много свободного времени проводить в соцсетях, перестало играть в собственные детьмины, и, опять же, проблема стала раздражительной. Эм, ну, избегание здесь. Избегание и... Избегание и уход, эм, ну, значит, в эм, ну, в какую-то такую вот, эм, зону комфорта. Эм, мне более страшно от того, куда, куда я качаюсь. Эм, ну, опять же, здесь у меня, эм, вот, такое есть ощущение, эм, что вы, эм, пытаетесь, как-то, оценивать себя. Вот. Эм, эм, то есть это не, эм, ну, не ваша, не ваша, как бы, позиция. Эм, это, оценивать себя, это, эм, ведёт вас, эм, ну, немножко не в ту сторону, не в ту степь. Вот. Эм, поэтому тут, опять же, вопрос, насколько, насколько вы аутентичны, аутентичны, насколько вы, эм, чувствуете, чувствуете себя сами. Вот. Понимаете, да, о чём идёт речь? Дальше. Эм, так, я не знаю, где взять силы и энергии для самореализации. Я предлагаю, что вы, эм, что вы, эм, вообще, эм, не знаете, куда вам, эм, двигаться и что такое самореализация. Вот. Эм, ну, именно, вот, в ваших, эм, случаях, потому что вы к себе не прислушиваетесь. А самореализация для вас, это, эм, в общем-то, эм, эм, пока что только работа. Вот. Поэтому, эм, тут, вот, очень, эм, важный момент. Ну, и дальше вы говорите про мужа. Вот. По сути, это, эм, оправдание, на мой взгляд. То есть, причем здесь муж? У мужа, эм, свои, трудности у вас, естественно, конечно же. Свои. Вот. И, эм, как бы, вы своего мужа выбрали, выбрали. То есть, получается, что вы его, эм, до конца не принимаете. То есть, вот вы говорите, вы как бы ставите ему вину, что он, вот, ни к чему не стремится, такая, извините, он никогда, никогда особо и не стремился ни к чему. Что для него нормально, в принципе. Вот. Поэтому, тут, эм, ваши претензии к нему выглядят, как, как перенос ответственности. Вот. Эм, э, я так, таким образом, э, обратил по вашему вниманию, первоначально, на э, зону комфорта, на, э, вторичную выгоду. Эм, э, от того, э, положения, от того состояния, в котором вы, находитесь, эм, сейчас, именно вторичная, вторичная выгода. Эм, э, какая она, в чём она, в чём она, заключается. Вот. И дальше, уже, от этого бы исходил. Вот. А, потому что, если вы сможете лучше понять себя, то, я думаю, что, вы сможете лучше понять, в каком направлении вам двигаться. То есть, есть ощущение, что, всё, что вы делали до этого, было, как-то, вот, не ваше, э, каким-то, вот, не, свободным, что ли, не аутентичным, не самобытным, вот, не идущим от, э, души, не идущим из ваших, э, чувств, вот. Опять же, э, цель в жизни, она всегда конечна. То есть, она всегда имеет свой конец. Э, э, нужна не цель, нужна ценность. Э, поэтому, мы, э, приходим к тому, от для чего вы, начально, шли на инженерию. И, э, какая была перспектива для вас. Да, это, насколько реалистично, и, в контексте, э, э, своих ценностей вы, э, смотрели на мир. Да? И, э, в каналах природа, э, было ваше удовлетворение, э, когда вы, э, делали, э, всё, э, в лучшем виде, как, как вы говорили. Вот, это очень важно. Э, э, на этом, всё. Я надеюсь, что помог вас. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok